Дважды губернатор! Что обещает Николай Цуканов и чего ждут от нового главы калининградцы? Одни направо, другие налево. Из-за ремонта дороги на площади Василевского в городе случился транспортный коллапс. Что общего у казаков и йогов? В Калининграде прошли традиционные состязания запорожцев. Трое в машине, не считая собаки. В центре города с моста упал автомобиль. Фалафель, токаяки и мидболы. Чем угощали горожан на втором фестивале уличной еды? Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника 21 сентября. И главной теме. Сегодня в должность губернатора официально вступил Николай Цуканов. Напомним, выборы главы региона проходили в Калининградской области впервые за 15 лет. И Николай Николаевич стал единственным, кто занял этот пост уже во второй раз. Торжественная церемония инаугурации проходила в областном драматическом театре. Среди гостей были и представители администрации президента, и местные чиновники, политики и певица Валерия. Артистка, кстати, дала бесплатный концерт для всех присутствующих. Как проходило главное политическое событие, расскажет моя коллега Ольга Федорова в первом материале выпуска. Сегодня в полдень в Калининградском областном драматическом театре Николай Цуканов официально вступил в должность губернатора. Церемония проходила во время внеочередного заседания Калининградской областной думы. На инаугурацию было приглашено около 800 гостей. Это представители Госдумы, мэры городов, общественные деятели и бизнесмены. Более 70% голосов избирателей. С таким результатом Николай Цуканов пришел к власти во второй раз. Под торжественную музыку на сцену областного театра внесли государственный флаг и штандарт губернатора. Николай Цуканов произносит текст присяги. При осуществлении полномочия губернатора Калининградской области уважать и охранять права и свободы человека. Новый губернатор поблагодарил всех, кто проголосовал за него и снова надел символ власти. Нагрудный знак. Николай Цуканов родился в Гусевском районе. Сначала учился на электрогазосварщика, потом был отчислен с агрономического факультета, а затем закончил высшую школу приватизации и предпринимательства в Москве. За свою карьеру успел потрудиться и пионервожатым, и юристом, и основать предприятие по деревообработке. В 2005 году стал мэром Гусева, в 2010 – губернатором области. Дважды женат, имеет двух сыновей. Младший, тоже Николай, родился в 2012 году. Уже после церемонии Николай Цуканов рассказал журналистам, что примерил нагрудный знак всего во второй раз и даже не знает, где он хранился все это время. Вероятно, в надежном месте. В 2010 году изготовление символа власти обошлось казне в 420 тысяч рублей. Впрочем, не тяжесть ноши волновала сегодня губернатора. Волновался и волну до сих пор сейчас. Но это почетное, наверное, все-таки право, но в большей степени почетная обязанность. Я понимаю меру своей ответственности. Первый рабочий день губернатор провел в столице. Сразу после инаугурации Николай Цуканов улетел на совещание в правительство. О планах на предстоящие пять лет глава региона пока высказался сдержанно. Сказал, что будет требовать качественной работы от глав муниципалитетов, создавать новые рабочие места, развивать партнерские отношения с соседями. Важной задачей он считает сохранение социальных гарантий. Того же ждут от него и горожане. Социальных, наверное, каких-то проблем может быть. Медицине обязательно, конечно, все, что обещали. С садиками начали разбираться. Пора начать разбираться со школами. Те, что школу позакрывали, надо опять открыть. До второй срок будет более уверенным. Вот так. И я считаю, что он принесет очень много пользы. Такому исходу выборов рады не все. Привкус победы горький, говорит представитель партии «Гражданская платформа» Соломон Гинсбург. В прошедших выборах он видит несколько серьезных минусов. Самовыдвижение кандидатов и муниципальный фильтр, который для некоторых стал непреодолимым препятствием. Фактически в таких условиях губернатор сам себе выбирал оппонентов. И, может быть, ему следовало бы легитимизировать свой успех вот сейчас. Лидер местного отделения ЛДПР Александр Витошкин приглашение на инаугурацию и вовсе проигнорировал. Депутат уверен, выборы прошли с многочисленными нарушениями. Но день голосования изменил наше отношение ко всему напрочь. И в результате сам наш лидер партии Владимир Вович Жириновский с высокой трибуны обозначил нашу позицию. Мы не признаем результаты голосования. Сейчас либерал-демократы изучают протоколы с избирательных участков. Если обнаружат достаточно оснований, говорят, что обжалуют выборы. Тем не менее, голосование признано состоявшимся. Теперь все ждут от Николая Цуканова первых серьезных решений. Еще до выборов все обсуждали, кто же станет новым представителем региона. В Совете Федерации называли и Владимира Якунина, и Александра Ярушака. Сегодня Николай Цуканов сообщил, в кресле сенатора останется Олег Ткач. Теперь главная интрига вокруг кадровых перестановок в правительстве области. Кто займет новый пост, а кто покинет действующий, станет известно уже на этой неделе. Ольга Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. И к еще одной обсуждаемой теме. Из-за ремонта развязки площадь Василевского оказалась в паутине объездов. Проезжую часть на улице 9 апреля сузили, а проезд по прилегающим улицам закрыли. Правда, частично открыли будущее круговое движение. В понедельник утром интернет-СМИ сообщили, что нововведения привели к серьезным заторам. В районе площади автомобилисты едут со скоростью не больше 5 км в час. По улице 9 апреля транспорт теперь движется по крайней правой полосе. Перед поворотом на улицу 9 апреля снова становятся две полосы. Правая на улицу Литовский вал и улицу Невского. Левая для поворота на улицу Черняховского. Также заработали два светофора. Один на Клинической, второй на самом перекрестке. С Литовского вала в направлении улицы Александра Невского открыли и часть кругового перекрестка. А вот стоп-линию и светофор на улице Невского перенесли вглубь улицы. После завершения работ на площади установят умные светофоры, которые будут пропускать поток транспорта, исходя из арифметических подсчетов. Движение по улице Нерчинской, переулку Пионерскому, в районе перекрестка улицы 9 апреля, закроют. Схема движения пассажирского транспорта также изменилась. В то время как калининградские футболисты обыгрывают москвичей, местные моряки впервые покоряют побережье Израиля. Эти и другие новости далее короткой строкой. График работы пунктов пропуска на границе изменится в ближайшие два дня. Там пройдет плановое техобслуживание, отключат электричество. Так, 22 сентября с 9 до 13.00 приостановит работу погранпереход «Морское». 23 сентября также с 9 утра до часу дня не будет работать пункт пропуска в Багратионовске. В городе установили антивандальные урны. Они выполнены из специального материала, который, по мнению властей, не заинтересует охотников за цветным металлом. 16 новых мусорок появились на улицах Черняховского, Донского, Проспекте Мира, Площади Победы, Ленинском и Гвардейском проспектов. Черные контейнеры оборудованы универсальной пепельницей и дверью для очистки ведра. В Калининграде начнут готовить волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Центром подготовки станет БФУ имени Канта. Университет вошел в список 15 вузов страны, где будут обучать волонтеров. Курсы начнутся во втором квартале следующего года. Балтика в гостях обыграла столичный «Спартак-2». Единственный мяч на 67-й минуте забил Ишхан Гелаян. Игра прошла 20 сентября на самом современном стадионе страны – открытие арене. Победа Балтийцев стала пятой в сезоне, и сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице «Фэнер». Крузенштерн впервые в истории посетил порт Хайфа. Визит в третий по величине город Израиля состоялся в рамках экспедиции, посвященной юбилею победы. На протяжении трех дней барк был открыт для посетителей. На палубе организовали фотовыставку и представили копию Знамени Победы. Рубка мишени и работа с шашкой, борьба на поясах и штыковой бой. В минувшие выходные в Калининграде прошли казачьи соревнования «Шермицы». Состязания посвящены подвигу российского войска на Бородинском поле в сентябре 1812 года. Что такое штыковой бой и что общего у казаков и йогов. Все подробности в следующем материале выпуска. Деревянный штык весит всего полтора-два килограмма, а вот укол им как добрый толчок кулаком. Сначала история Руси, потом собственная родословная, а весной этого года Артем Назаренко увлекся наукой спаса. Так казаки называют комплекс упражнений для души и тела, чем-то напоминающий йогу. Это целая наука, которая говорит о человеческом теле, о его возможностях, о правильном обращении к телу, вообще о том, что такое, кто такой человек. В субботу на Шермицах состязались только мужчины, зато никаких ограничений по весу. На войне не взвешивают, шутит атаман специальной сотни Дмитрий Чумаков. На играх он судил казачью борьбу. Поединок происходит в двухметровом круге и главное тут вовсе не повалить соперника. Здесь больше ловкости и находчивости, оперативность мышления. Задача и цель – достать кушак из-под пояса. Ну, в данном случае пилотка из-под пояса, и тогда это чистая победа. Программы Шермицы не меняются уже несколько столетий. Для казака они как разминка перед боем. Сейчас, правда, к традиционной части добавились и армейские нормативы. Лабиринт, метание гранат и перенос раненого. В Калининграде Шермицы прошли в седьмой раз. В следующем году калининградские станичники хотят пригласить на игры казаков из других регионов. А уже в ближайшие выходные сотники, ясаулы и урядники будут петь и танцевать на фестивале в Пионерском. Начало в 12.00. Ольга Захарова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Трое в машине, не считая собаки. В центре города с моста упал автомобиль. В галстуках и бабочках байкеры готовятся к закрытию мотосезона по деловому. Фалафи, токаяки и митболы. Чем угощали калининградцев на втором фестивале уличной еды. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей. Город. И мы продолжаем. В Калининградском порту был кокаин. Такое заключение сделали криминалисты после проверки груза, изъятого на прошлой неделе. В тот день таможенники обнаружили 490 килограммов контрабанды, которая прибыла к нам в регион из Бразилии. Полиция продолжает расследование. Эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Попал под поезд. Транспортная полиция сообщает о несчастном случае на железнодорожных путях возле станции Рябиновка. На рельсах было обнаружено тело 28-летнего жителя поселка. Машинист сообщает, что заметил молодого человека и подал сигнал. Но парень не реагировал. Экстренное торможение также не помогло. Полиция проводит проверку. Упал с 13-го этажа. Вечером 18 сентября 23-летний калининградец разбился насмерть. Очевидцы сообщают, удар был такой силы, что молодой человек погнул перила, о которой ударился. Следов криминальной смерти на теле обнаружено не было. Полиция закрыла очередное подпольное казино. Незаконный горный зал прятался под маской антикафе. Только здесь посетители играли не в шашки и нарды, а в настоящий покер. Полиция задержала 26-летнюю девушку, которая была и администратором, и бухгалтером, и крупье. Возбуждено уголовное дело. Трое в машине, не считая собаки. Вечером 17 сентября с моста на улице Невского упал легковой автомобиль. В салоне находились трое мужчин и собака. Все, за исключением четвероногого друга, были сильно пьяны. В аварии никто не пострадал. Павел Качев, служба новостей, город. И к другим темам. Джинсы и косухи под запретом. Калининградские байкеры устроили пробег приличных мотоциклистов. В галстуках и бабочках в рыбной деревне собрались около 60 байкеров. Так мотоклубы репетировали закрытие сезона. Цель акции – привлечь внимание. Байкеры хотели показать, что они такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты. Мотоциклисты – это тоже люди. Люди, которые также ездят на мотоциклах, только на двух колесах, а не на четырех. И под экипировкой скрываются вполне нормальные люди, которые хотят также участвовать, как все участники дорожного движения, хотят, чтобы к ним такое же уважение. В офисе в такой одежде удобно. На мотоцикле тоже, говорят участники акции. Из защиты мотоциклисты надели только шлемы. Колонна стартовала от рыбной деревни и проехала по центральным улицам Калининграда до озера Шенфлис. Акцию «День приличного мотоциклиста» байкеры провели в преддверии закрытия сезона. Чили-кексы, экзотические сэндвичи, колобки с кусочками осьминогов – такое меню предложили в минувшие выходные калининградцам. В городе прошел второй стрит-фуд-фестиваль. На острове Канто устроили самый настоящий городской пикник. Свои кулинарные способности показали более 50 гастроэнтузиастов. Чем угощали и что предлагали калининградцам в самые теплые выходные сентября, узнавала наша съемочная группа. «Уличная еда – лучший выбор. Каждый найдет что-то по душе», – утверждают участники второго гастрономического фестиваля. Соня Мадвекс точно знает, как с помощью простых яиц, муки и оригинальной начинки превратить обычный кекс в необычный десерт. Самые невероятные вкусовые сочетания, которые только можно придумать, придумал наш шеф, такие как брауни с беконом, васаби кейк, острый чили кейк. Мы решили пойти от обратного, вроде и простота, и в то же время брутальность, необычность. Все гастроэнтузиасты пытались удивить гостей, заменить обычную котлету на модные митболы, а макароны на азиатский вок. Но очереди выстраивались и к привычным с детства блюдам. Я готовил плов, потому что исторически так сложилось, что я его люблю готовить. Я готовил для друзей, для соседей. Это блюдо, которое легко готовится для большого количества народа. Оно калорийное, оно долго может храниться, независимо от температурного режима вокруг. Мясом плова не испортить, а чем проще блюдо, тем вкуснее оно получается. У каждого на фестивале свое понятие уличной еды. Любой здесь может приготовить, например, вот такой вкусный плов и угостить им своих друзей. От количества лакомств глаза у гостей фестиваля буквально разбегались. Булочка Тредло, например, родом из Чехии, но уже прописалась в Калининграде. Футрак с такой выпечкой, по словам пекаря Александра Кулешова, единственное место в городе, где можно попробовать заграничный десерт. Чешские булочки на дрожжевом тесте, без добавления яиц и чего-либо калорийного. И они очень большие и вкусные, потому что они пекутся на деревянных валиках. Внутри они не пропекаются, а снаружи они с хрустящей корочкой. В домашних условиях это очень сложно сделать, потому что нужно, чтобы это крутилось и под определенным огнем. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у гостей, знают ли они, что едят. Это лук, огурец, помидор. Ну, курица, да, но это не овощи. По-моему, из чернил, каракатицы. Курица, помидоры, огурцы, лук, все как всегда. Овощи, соус. Не знаю, потому что он вкусный. Фестиваль стритфуда теперь не просто площадка, где можно попробовать лучшее из уличной еды, а целый городской пикник. Здесь можно заняться йогой, посмотреть кино, поиграть в пим-понг, теннис. И как показала практика, из года в год праздник еды в городе становится только вкуснее и интереснее. Славяна Чудинович, Екатерина Калининченко, служба новостей, город. Что произошло на крыше Дома Советов и чем занимаются калининградские экстремалы? Это и многое другое горожане обсуждали в социальных сетях в эти выходные. Правилам дорожного движения впору обучать не только водителей, но и рабочих, которые устанавливают знаки. На одной из улиц Калининграда встретились две извечные беды России. Пишу в комментариях. Нырять под воду, как дельфин, выныривать или делать сальто, или плыть сквозь волны, как человек-амфибия. Так описывает происходящее автор видео. Став на флайборд, можно покорить сразу две стихии – воду и воздух. А это еще одни местные летуны. По всей видимости, прыжки с высоты вперед роуджампером надоели. Поэтому они решили прыгать боком и выбрали для этого бывший судоходный канал. Был дом советов, стал дом спортсменов. Калининградские тяжелоатлеты устроили силовую тренировку прямо на крыше недостроя. Пользователи поражаются такому поступку, ведь сначала инвентарь нужно было пронести по лестницам. А это уже само по себе достижение. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, группа «Первый городской канал». Участвуйте в конкурсах и розыгрышах и делитесь в фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Встречаем рабочую неделю и не перестаем улыбаться. Калининградцы делятся своими хорошими новостями. Я сдала проект. У меня в руках замечательные цветы. У меня хорошее настроение. В субботу я была на концерте еврейского общества. Оркестр Крисмастер. Домой вернулась. На родину приехала. Вчера я была на экскурсии в городе Гусеве. Мне очень понравилось. И город Гусев, и озеро Виштенец. Просто хороший день, хорошее настроение. Я получила свою зарплату. Теперь у меня есть в целых три тысячи. Я планирую потратить на что-то точно хорошее. Устроилась на работу дизайнером по своей специальности. Валютные скачки Синоптики прогнозируют в Калининградской области похолодание и дожди. О погоде на завтра расскажет наша ведущая Яна Глинская. Здравствуйте. Завтра 22 сентября. Во всем мире отмечают День без автомобиля. Праздник своего рода пропаганда пешеходного и велосипедного образа жизни. В этот день принято бросать автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Кстати, завтра для калининградских автомобилистов проезд на автобусах будет бесплатным. Ну а о погоде на завтра расскажем далее. 22 сентября днем в Калининграде будет пасмурно, плюс 17 градусов. К вечеру тучи рассеются, но температура опустится до плюс 15. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. И это все новости понедельника. Если и вам есть что рассказать городу, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова